МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"8 миллионов для детей с ограниченными возможностями". -"Самое главное, это те эмоции, благодарные такие от детей". В Химеровской школе-интернату помог местный чиновник. -"Учебный год во всеоружии". -"А во второй половине дня они могут получить лечение". -"Ученики на собственном примере оценили итоги акции Помоги собраться в школу". -"Драться на танцевальной площадке". -"Это определенная тактика. У меня есть счет в команде, который может сделать что-то другое". -"В Кемерове выбрали королей сибирского брейк-данса". -"Волейболисты Кузбасса прошли проверку боем". -"В Кемерове завершился турнир, посвященный Дню шахтера". -"Здравствуйте. В эфире специальный выпуск новостей, посвященный Дню знаний". -"В студии Наталья Токмагашева". -"Ирина Зайнуддинов". -"Сегодня вступает в силу новый закон об образовании". -"В Кемерове об изменениях школьникам рассказал депутат Госдумы Павел Федяев". -"Ученики 8-11 классов спрашивали, станет ли обучение платным и отменят ли в ближайшее время ЕГЭ". -"Представитель власти развеял все сомнения и убедил, за базовые предметы платить не придется". -"С 1 сентября школа переходит на нормативно-подушное финансирование. Это значит, что деньги из бюджета будут выделять, исходя из количества учащихся". Кроме того, школы должны создать условия для приема детей с ограниченными возможностями. Также дети имеют право на индивидуальный учебный график, что поможет совместить школьное обучение с семейным. В первую очередь, этой возможностью могут воспользоваться те, кто занимается музыкой, спортом и искусством. Форму, которую будут носить ученики, станут принимать в каждом учебном заведении отдельно. При этом должны учитываться все пожелания родителей и учеников. Также школы должны размещать на своем сайте всю информацию, касающуюся учебной деятельности. -"Закон об образовании, который мы принимали в этом году, он во многом спорный, но он необходим. Потому что эта зона жизни людей, эта сфера на тот момент принятия закона не регулировалась вообще никак. И нужно, конечно, дорабатывать. Еще многое нужно сделать, но начало положено хорошее". В День знаний принято поздравлять не только преподавателей. По давней традиции холдинг СДС устроил праздник для воспитанников Кемеровской школы-интерната номер 101. В гости к детям пришли настоящие герои мультяшки. Лев Алекс из известного мультика поздравляет детей с Днем знаний. Он не единственный, кто пришел пожелать легкой учебы. С экранов телевизоров сходят фиксики. Они быстро нашли общий язык с детьми. Весело перетягивают канат, пролазят в туннели, ловят воздушные шары. В этом году в школе набрали 4 первых класса. И каждому ребенку на праздники вручили подарок. Традиционно это радостное событие проходит у нас с гостями. Мы встречаем, как обычно, холдинговую компанию «Сибирский деловой союз». Сегодня они предоставили нам интересную программу, подарки. Думаю, что наши дети останутся довольны от встречи с фиксиками, от встречи с Львом Алексом и от подарков, которые, конечно же, каждый ребенок ждет с нетерпением. За многими предприятиями СДС закреплены подшефные образовательные учреждения. И школа-интернат для детей с ограниченными возможностями номер 101 – одна из них с 2005 года. За это время холдинг выделил около 7 миллионов рублей. Этим летом в школе отремонтированы и переоборудованы медицинские и процедурные кабинеты, модернизированы учебные классы. Особая гордость педагогов – класс «Монте-Сори», где есть все для развития мелкой моторики и быстрого запоминания цифр и букв. Каждый год, 1 сентября, Новый год, последний звонок, День защиты детей – это все наши праздники, которые мы с удовольствием организовываем для этих ребятишек. Ребятишки особенные, но они всегда с любовью и отдачей смотрят, радуются. И на самом деле это здорово, что мы можем дать им это счастье, это радость, хотя бы в такой небольшой мере. На самом деле пересчитать невозможно все, чем мы помогли, но самое главное – это те эмоции, благодарные такие от детей. Поздравили первоклашек не только мультяшки, но и телеканал «Мой город». Ребятам желают успешной учебы, хороших оценок и преодоления трудностей, а родителям – терпения и любви. Во-первых, 1 сентября – это всегда праздник, и это всегда начало нового пути. Я надеюсь, что дети, которые сегодня празднуют этот день, они тоже запомнят его, и этот день станет для них началом большого пути, который они пройдут с удовольствием, они пройдут его с трудностями, с проблемами, но в любом случае справятся. В этот день ребятам вручают школьные наборы и фотографируют на память с мультяшными героями. А еще дети загадывают желания на грядущий учебный год. Я хочу, чтобы все были хорошими и послушанными, и все я хочу, чтобы все были лучшими друзьями. А еще я хочу, чтобы учеба была хороша, а еще что было все хорошо. Я хочу, чтобы все были хорошие, чтобы было много-много подалков. Анастасия Прокудина, Виталий Федоров. Новости моего города. Уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов потребовал оградить школьников от негативной информации. Поэтому сегодня по всей стране прошли классные часы на тему медиаграмотности подрастающего поколения. Современные школьники постоянно сидят в интернете, многое в сети небезопасно для детской психики. Практика блокирования интернет-сайтов существует в России уже несколько лет. Но в Кузбассе пошли дальше и решили в период выборов еще и рассказать будущим избирателям, как правильно понимать политическую информацию. Павел Алексеевич Астахов рекомендовал нашему полномоченным пообщаться с детьми как раз именно на тему медиабезопасности. Это не только телевидение, это не только различные программы, которые нельзя, допустим, не рекомендуется смотреть детям. Это еще, конечно, интернет, которым очень много угроз таится для подростков, для детей. Ну, мы сами все это знаем прекрасно. И лишний раз упомянуть об этом детям, лишний раз об этом рассказать, ну, было бы, наверное, не лишним. Кемеровская школа-интернат номер 100 тоже подошла ко дню знаний во всеоружии. В этом году ребят ждут не только учебные, но и медицинские новинки. Благодаря поддержке депутата Дмитрия Волкова в помощь школьникам Ленинского района направили почти 8 миллионов рублей. Как и все школьники, Никита обожает летние каникулы. Но к концу августа отдыхать уже надоело, так что второклассник даже рад, что наступил сентябрь и снова начнутся занятия. Особенно он ждет уроков по окружающему миру. Учительница обещала, что в этом году ребята будут изучать динозавров, а древние ящеры – слабость Никиты. В будущем мальчик намерен стать палеонтологом, а пока читает книги о мезозойской эре и готов обсуждать их часами. Пока ребята набирались сил перед школой, взрослые постарались сделать все, чтобы в новом учебном году они чувствовали себя как можно лучше. В интернате номер 100 учатся дети с различными формами ДЦП. Врачи здесь нужны ничуть не меньше, чем учителя. По инициативе депутата городского совета Дмитрия Волкова в школе отремонтировали медицинский блок и установили новое оборудование. Теперь кабинеты офтальмологии, физиотерапии и массажа оборудованы по последнему слову техники. Это не просто спасение, это очень многое родителям. Дети в школе получают в первые половины дня. Все учатся по программам, которые необходимы. А во второй половине дня они могут получить лечение. И физиолечение, и массаж могут получить, и медикаментозное лечение. В этом году по инициативе депутата Дмитрия Волкова, который традиционно уделяет много внимания детям, на подготовку к началу учебного года было направлено почти 8 миллионов рублей. Это и помощь первоклассникам школы номер 33 и ребятам из социальных центров Берегиня в городе Березовский и Маленький Принц в городе Кемерово. Помимо ремонта в школе-интернате номер 100 был отремонтирован центр работы с населением в микрорайоне Шелготорьян. Накануне Дня знаний здесь вручили несколько десятков сертификатов для учеников из многодетных семей. Как правило, на эти сертификаты приобретается концтовара. Это конкретно целевой такой сертификат. Магазин известный, то есть там указан в сертификате и сумма тоже указана. Люди сами приобретают то, что они не успели купить. Кто-то в тетради, кто-то дневники, кто-то какие-то канцелярские принадлежности. Первый день в школе – это не только окончание каникул и начало учебы. Для детей каждый учебный год – это маленькая жизнь. А для того, чтобы эта жизнь протекала счастливо, взрослые и придумали акцию «Помоги собраться в школу». Аркадий Кемеев, Константин Червяков. Новости моего города. Смотрите выпуск, и вы узнаете, как на катке можно заниматься боксом. И вот что еще вас ждет. Медведь мешает идти в школу. В областной столице прошел своеобразный праздник для первоклашек. На радость болельщикам кемеровский Кузбасс обыграл действующего обладателя Кубка страны.